Это видео будет для вас очень полезным, если вы решили выбрать карьеру визажиста, либо вы уже являетесь начинающим визажистом. Я постараюсь вам передать свой опыт, свои какие-то наработки, свои секретики, и, возможно, мои советы помогут вам как-то срезать углы и не учиться на своих ошибках. Я ежедневно получаю массу просто комментариев от вас и массу писем по поводу того, с чего начать, как заявить о себе, как сделать так, чтобы вас узнали как о визажисте, и давайте я, наверное, не буду ходить по кругу да около, и сразу начну с самого важного, а именно базы клиентов, потому что ваша база клиентов – это самое основное, что у вас может быть в этой работе. И как показывает мой опыт, клиента достаточно просто получить, но самое важное – это не получить клиента, а удержать клиента, превратить его в вашего постоянного клиента, чтобы этот человек постоянно к вам обращался, так как мы живем в эру цифровых технологий, в этом нам очень помогают разные приложения, и я вам хочу сейчас прорекламировать одно приложение, которое называется «Гном Гуру». Это приложение идеально просто подходит для мелкого такого бизнеса, если вы визажист, если вы парикмахер, если вы мастер маникюра, тренер, репетитор, я не знаю, вот что-то в таком духе, в этом приложении вы уже можете сразу формировать базу ваших клиентов, и оно будет содержать всю самую необходимую информацию. И когда вам поступает звонок на рабочий телефон, это приложение сразу показывает эту информацию. То есть, когда вы просто даже взяли звонящий телефон в руки, вы уже сразу видите заметку от этого приложения, которое рассказывает, когда у вас была последняя встреча, день рождения этого клиента, а также ваши какие-то заметки. И прямо непосредственно во время разговора вы также можете буквально в три касания назначить встречу этому клиенту, сразу записать это в приложение, и приложение отправляет также смс-сообщение с подтверждением о встрече, что крайне удобно. Но также помимо вот этих основных функций, которые я перечислила, в приложении есть еще дополнительные вещи, такие как задачи, отчеты. То есть, вы можете посмотреть отчеты за определенное какое-то время и понять, кто из постоянных клиентов к вам уже давно не обращался. Это очень удобно, потому что в голове всех держать невозможно. А когда у вас сухие статистические данные есть на телефоне, то это очень удобно. Помимо этого, в приложении есть смс-центр, записи звонков и очень-очень много чего полезного. Приложение там можно найти по поисковому запросу «Учет клиентов в Google Play». Также просто можно забить название «Гном Гуру», и я вам тоже оставлю ссылку на него в описании, чтобы вам облегчить поиск этого приложения. И поверьте моему опыту, удержание клиентов – это крайне важно. Не делайте из себя конвейер из каких-то случайных людей, которые к вам попадают, потому что таким образом о вас сильно много людей знать не будет. То есть, вы, скорее всего, зависнете вот в такой вот прослойке посредственных визажистов. Если же у вас будут постоянно одни и те же люди, они вас 100% будут рекомендовать дальше, а в таких профессиях, как визажист, сарафанное радио – это вообще одна из самых лучших реклам. Поэтому старайтесь удержать по максимуму клиентов. И здесь мы переходим уже к второй части этого видео. Как же, собственно, эту клиентскую базу наработать, если о вас вообще никто не знает, если вы вот только сегодня решили стать визажистом и вообще не знаете, с чего вам начать. Как я уже сказала, мы живем в мире цифровых технологий, и сейчас миром правят, можно сказать, соцсети и в целом интернет. То есть, вы обязаны, как предприниматель, быть во всех соцсетях, чтобы вас легко было найти. Обязательно зарегистрируйтесь во всех соцсетях, даже если вы не планируете их вести, все равно обязательно зарегистрируйтесь, чтобы просто это имя закрепить за собой. Потому что потом, если вы уже станете знаменитым человеком, то вашим именем начнут пользоваться, регистрировать какие-то фан-странички или какие-то фейковые странички. И чтобы у вас все страницы не были с разными именами, обязательно все соцсети регистрируйте и начинайте туда выкладывать свою работу. Если у вас вообще нет ни одной работы, которой вы могли бы похвастаться, делайте макияж бесплатно, приглашайте своих знакомых, приглашайте подружек, приглашайте кого угодно и начинайте отрабатывать, тренировать руку. И обязательно это все дело фотографировать, желательно очень качественно фотографировать. И для этого, кстати, лучше всего сразу на первых же порах сдружиться с какими-то фотографами. И сразу вам скажу, что скорее всего, каким-то сильно крутым, знаменитым фотографам вы, возможно, будете неинтересны. Поэтому с ними даже лучше не пытаться на первых порах связываться и предлагать вам сделать за какую-то минимальную стоимость или вообще бесплатно фотосессию на модели, которую вы накрасите. Скорее всего, это будет неинтересно. Но в то же время вместе с вами карьеру фотографа, возможно, кто-то в данный момент начинает. И вы вместе можете с этим человеком развиваться, вместе можете работать, в паре можете работать и как бы друг другу в этом плане помогать. То есть фотограф будет получать красивые снимки, которые он может размещать в своем портфолио. И вы, соответственно, эти же снимки или какие-то, может быть, чуть-чуть другие, можете размещать в своем портфолио. И если на самом деле просто зайти в Google и запить бесплатные фотосессии и ваш город, вы удивитесь, насколько много там предложений. Такие фотосессии называются TFP, то есть Time for Prints. Грубо говоря, модель вкладывает время в обмен на получение фотографий. Ну, в вашем случае вы вкладываете время как визажист, и модель потом должна отработать, хорошо попозировать, и таким образом как бы все остаются довольны. И тут я тоже хочу затронуть такой небольшой аспект, на котором очень многие спотыкаются. Начинающие визажисты почему-то очень любят приглашать к себе для макияжа молодых, очень красивых девчонок, на которых вообще нет ни одного недостатка, у них идеальная кожа, у них идеальная внешность, очень яркие черты лица. Я вам на самом деле абсолютно не советую это делать, потому что красивую девочку, ее можно даже не красить в принципе, и если вы будете красить только идеальных, вам еще и поверьте, вы насобираете армию хейтеров, которые будут вам писать, что до макияжа она была намного лучше, чем после макияжа, потому что молодых девчонок, очень молодых таких юных красивых девчонок, зачастую макияж не то чтобы старит, но делает более такими какими-то серьезными, взрослыми, более зрелыми, а вот именно вот эту юность они сразу теряют, когда начинающий визажист делает им макияж. Здесь напротив, я советую вам брать моделей для возрастного макияжа и действительно делать хорошие, качественные преображения. Обязательно делайте фотографию до, и потом делайте фотографию после. И поверьте мне на слово, если вы возрастной макияж действительно сможете сделать круто, то к вам клиенты будут строиться, и не знаю, у вас запись будет за полгода вперед. Для того, чтобы круто это все проработать, предупредите модель, чтобы она, возможно, взяла какую-то красивую одежду, чтобы это были какие-то красивые аксессуары, чтобы это действительно было преображение. Обязательно продумайте образ в целом, то есть не просто сделать макияж, также, возможно, сделайте прическу. Если вы не умеете делать прическу, может быть, какую-то, ну, хотя бы простецкую попробуйте сделать, но чтобы это был вот целый образ, чтобы это не был просто вот макияж глаз, и было видно, что это макияж глаз. Продумайте образ, сделайте это интересным, и поверьте, если вы женщине покажете, насколько она красива может быть с макияжем, она 100% эти фотографии потом выложит во всех соцсетях, расскажет всем подругам о том, кто ей это сделал, и что есть такой вот специалист классный. И такие женщины зачастую это уже работающие женщины, которые имеют деньги и которые могут их тратить на ваши услуги. Молодые девчонки больше все-таки зачастую зависят от родителей, или они также часто стеснены в средствах, поэтому делайте выводы. Самое главное, не пытайтесь втиснуться вот в этот и так перенасыщенный рынок невесты, выпускниц, потому что я вам гарантирую, вы через год уже будете проклинать свою работу, вас будет тошнить от одних и тех же банальных макияжей каких-то, которые делаются для этих событий, поэтому будьте креативными людьми, потому что визажисты все-таки это креативные люди в первую очередь, поэтому будьте креативными и строите свою карьеру сразу, изначально, так как вы бы хотели в идеале ее видеть. Теперь, что касается того, где учиться, какую косметику покупать, что вкладывать деньги, здесь ответ очень обширный, может быть, я постараюсь как можно вкратце об этом рассказать, значит, насчет того, где учиться. На самом деле, меня смотрят сейчас абсолютно с разных стран и городов, поэтому я вам сразу так вот заведомо не смогу сказать, где, в какой школе в вашем городе учиться. Однозначно, не берите какие-то супер амбициозные цели, вот я поеду на полгода там куда-нибудь в Париж, и буду там учиться у самого крутого визажиста, проанализируйте, что есть в вашем городе, посмотрите на школы, посмотрите на их портфолио, на что они предлагают, за какие деньги они это предлагают, и выберите самый лучший, наверное, вариант из всех доступных для вас. Если это возможно, идеальным для вас случаем будет эта учеба на косметике именно школы, когда вас на первом уроке не начинают заставлять покупать целый чемодан косметики, который обязательно вам пригодится, конечно же, и на самом деле это вложение в косметику зачастую выливается еще в 2-3 раза дороже, чем самообучение. Поэтому старайтесь договориться, даже если это не предлагается изначально, старайтесь договориться с преподавателем, чтобы учиться на его косметике. Возможно, вам нужно будет доплатить за это, ну, понятное дело, но вы не вложите настолько много денег, сколько вам нужно будет вложить в эту бесполезную косметику, которой, скорее всего, вы не будете пользоваться. Я это увидела на примере своего обучения, я это увидела на примере очень-очень-очень многих сообщений, которые мне приходили от девчонок, которые вот так вот велись на это и покупали эту всю косметику. Вы, когда научитесь, вы уже поймете в процессе, какие продукты вам нравятся, даже продукты вот этого конкретного визажиста, который вас учит, и тогда вы можете уже выбрать, ага, я хочу вот это, я хочу вот это, а вот это все остальное, я хочу купить что-то другое. Тем более, если вы смотрите YouTube-видео, скорее всего, вы смотрите YouTube-блогеров, бьюти-блогеров, и вы уже более-менее сформировали тот список, который вы бы хотели купить. И я вам тоже под видео оставлю файлик, который я составила, там список косметики, которую я считаю, что если вы купите, вот она 100% у вас не залежится, и там в списке не по одной позиции из каждой категории, то есть там широкий выбор, как из масс-маркета, так и из люкса, так и из профа, то есть разная ценовая категория, и я там попыталась собрать такие беспроигрышные варианты, которые точно себя отработают. Также не забывайте про этику визажиста, это набор банальных, казалось бы, правил, но в то же время, если вы не будете их придерживаться, то, скорее всего, базу постоянных клиентов вы не сможете сформировать. Первое и самое главное правило, это то, что когда к вам приходят на макияж, вы должны создать впечатление, что человек побывал чуть ли не в спа-салоне. Все абсолютно должно быть для него приятным. И нанесение, и как вы разложите баночки, как у вас вот эти все баночки выглядят, как вы общаетесь, как вы выглядите, потому что есть такое как бы неписанное правило, но очень многие визажисты это советуют делать, и я, наверное, в том числе тоже. Визажист никогда не должен выглядеть лучше и расфуфыренней, скорее вот это слово подходит, чем ваш клиент. Вы должны выглядеть презентабельно, вы должны выглядеть строго, но в то же время вы не должны, знаете, на себе показывать, вот как я умею, посмотрите, какие у меня смокиаи, какие у меня длиннющие ресницы. Этого не нужно делать, вы должны просто выглядеть строго и презентабельно, но не более. Что же касается нанесения макияжа, я всегда советую первые деньги вкладывать в хорошие кисти. И я не говорю о кистях, я не знаю, хак ухода, чек ухода, которые стоят очень дорого. Купите хотя бы уровень Зоева или уровень Сигма, вот что-то вот в этой ценовой категории, лучше всего Зоева. Это кисти, которые, мало того, что они у вас прослужат очень-очень долго, то есть вы не будете их менять, ну годами просто они будут у вас работать, так еще и эти кисти мягкие, и тогда, когда вы будете наносить макияж, человеку будет приятно, вы не будете его колоть какой-то жесткой щетиной, вы не будете растушевывать очень-очень долго эти тени или румяна, и елозить вот так вот этой колючей жесткой кистью по лицу. На косметике изначально можно и сэкономить, можно и на масс-маркете работать, если это именно правильные, хорошие продукты из масс-маркета, но вот на кистях я вам изначально не советую экономить. И также с самого начала думайте, во что ваша карьера должна трансформироваться, потому что у визажиста, как у такового, нет карьерного роста, то есть вы как сегодня визажист, так и через 20 лет вы также можете остаться просто визажистом. У вас может вырасти стоимость вашей услуги, и это в принципе все. Если вы хотите, чтобы ваша карьера во что-то трансформировалась, кто-то, допустим, идет в обучение, открывает школы визажей, и учит подрастающее поколение, скажем так, кто-то идет в производство косметики, либо просто в продаже косметики, которую вы считаете хорошей, которую вы хотите продавать, стать представителем, возможно, какой-то марки. Это может трансформироваться, я не знаю, и в блогерство, как у некоторых, например. То есть это может трансформироваться во что угодно, но всегда держите это в голове, вот что в итоге вы хотели бы получить. Если изначально вы затрудняетесь с ответом, то всегда пытайтесь вот держать этот вопрос в голове и понять, к чему вам стремиться, потом найти людей, которые уже в этом достигли успеха, посмотреть, как они этого достигли, возможно, какие-то интервью, почитать биографию, и, возможно, попробовать применить это на своем опыте. На этом я, наверное, буду заканчивать. Я постаралась на максимальное количество вопросов вам дать ответы, надеюсь, что они были полезными. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать в будущем видео, и поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. На этом я буду с вами прощаться, и до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова